Расследование обстоятельств смерти Бориса Березовского подошло к концу. Сегодня Корнирский суд Англии закрывает двухдневные слушания и, возможно, уже в ближайшие дни официально объявят о том, совершил ли Березовский самоубийство, либо был убит. Показания допрошенных за последние два дня родственников разнятся, но на данный момент всё-таки самая убедительная версия – это по-прежнему самоубийство. Оратянувшимся на целый год расследования Антон Жилнов. Да, Таня Миша, привет. Корнирский суд Великобритании начинает работать тогда, когда расследование Скотланд-Ярда не даёт точного ответа, была ли смерть насильственной, либо это самоубийство. Само следствие длилось ровно год. Дознание по делу смерти Березовского началось 26 марта прошлого года. Это и токсикологическая экспертиза, и все собранные улики. Но финальные корнирские слушания начались вчера и продолжились сегодня. Как сообщает BBC, проходили и проходят, точнее, до сих пор они в здании мэрии города Виндзор. Последними свидетелями выступали в основном члены семьи Березовского. И если суммировать их показания, то самой вероятной версией по-прежнему является самоубийство. Со слов корреспондента BBC, находившегося в здании суда, родственники рассказывали о том, что Березовский в последние дни находился в подавленном состоянии и даже расспрашивал у близких людей, как лучше всего покончить с собой. Но, правда, старшая дочь бизнесмена Елизавета Березовского, если с самого начала придерживалась версии суицида, то сегодня призналась, что у неё есть сомнения, но нет доказательств в том, что эта смерть была насильственной. Не верит версию самоубийства и первая жена Березовского Галина Бешарова, сославшаяся на то, что её бывший муж собирался на отдых в Израиль в те дни и был вдохновлён этой поездкой. Но вчера свои показания давал единственный оставшийся на работе на тот момент у Березовского охранник, его жена, а также врач скорой помощи, прибывший в загородный дом в городе Аскот по звонку телохранителя. И все трое также рассказали о жалобах Березовского и мыслях о суициде. И вчера же коронер Питер Бетфорд официально развеял возникающие в российских и английских СМИ слухи о том, что Березовский жив, а всё случившаяся инсценировка. Сославшись на мнение семьи и свидетелей, коронер официально заявил, что покойный был Платоном Елениным, известным ранее под именем Березовского. Ну и, наконец, последний важный аргумент в пользу версии о самоубийстве, озвученной в Виндзоре уже этим вечером. Британский патологоанатом Саймон Пул подтвердил в суде, что повреждения на теле Березовского совпадают с признаками, которые характерны для самоубийства и повешения. Но окончательного официального вердикта пока всё же ещё не было, и он может быть озвучен завтра, либо уже этим вечером, ну, соответственно, ночью по Москве. Таня Миша. Спасибо, Антон. Антон Жулнов о расследовании смерти Бориса Березовского. Через минуту о том, что будет с Шуховской башней в Москве.